Добрый вечер! Это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня мы будем говорить о войне и мире, как перейти от одного состояния к другому. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, первый из которых имеет довольно сложный титул. Тем не менее, достаточно крайне интересный, я бы сказал, гость. Крайне редкий представитель Норвежского хельсинского комитета, ответственный за образовательные программы, активист, правозащитник и автор книги «Премирание в Каземнаки в Сдовш-Шляху» Энвер Джуллиман. Здравствуйте, Энвер. Здравствуйте. И переводчица Ольга Пешкова. Здравствуйте, Ольга. Несмотря на то, что Энвер с нами поздоровался по-русски, в общем-то, большей частью на двух языках у нас будет проходить общение. Энвер, я знаю, что у вас есть собственный, возможно, что травматический опыт конфликта, я имею в виду, в войну на Балканах. Является ли вот этот опыт в какой-то степени основой для написания этой книги, о которой мы сегодня будем говорить. Итак, мы знаем, что у вас есть личный опыт в милитарных конфликтах, including в Балканах, и это основа для ваших книг, о том, что мы будем говорить о том, что мы будем говорить. So, what I can say is that after that war started in former Yugoslavia, in first time in my life, when I was 32 years, I understood that no one from in last three generations in my family was born and died in the same country. Когда начался конфликт на территории бывшей Югославии, автор Джулиан утверждает, что он понял, ему было тогда около 32 лет, он понял, что ни один из представителей его семьи за три последние поколения не испытывал того, что он родился и умер на территории одного и того же государства. И ни один из представителей его семьи не прожил жизнь, в которой не было бы места в войне. So, in some way, I am also following this path. I have experienced the war, I have experienced to be a refugee in 23 years in another country. В некотором роде автор может утверждать, что и он последовал пути членов своей семьи, о которых он говорит, он испытывал влияние военного конфликта в своей жизни и имеет опыт того, каково это быть беженцем. В 23 года он был вынужден покинуть свою страну. И подобный опыт заставил, поспособствовал тому, что он начал работать в сфере образования. По его мнению, слово война, во-первых, будет звучать в школах, в университетах, в библиотеках, в медиа. А только потом война начинается в реальной жизни. So, this is background why I work with this peace building in the last 20 years. And also, this is the reason why I wrote this book. Это является основой того, почему автор решил работать в сфере мирных инициатив и работать в течение 20 лет. И это является причиной того, почему он написал эту книгу. So, this book is not result of work of one professor. Эта книга не является результатом работы одного профессора. From university in Oxford. Из университета Оксфорда, например. But this book is written from one who really knows what is the war, who knows what is to be refugee, and who knows how it is really work with the difficult question, which has with rebuilding of relations to do. Эта книга написана человеком, который основывался на собственном опыте, который имеет опыт военного конфликта, который имеет опыт того, как быть беженцем, и знает не понаслышке о том, что обозначают понятия, которые он описывает в своей книге. Тем не менее, вы, если я правильно понял вашу мысль, конфликт, война, вот он в стадии еще не очевидной, зарождается в школе, в университете, в социуме, в медиа и так далее, и потом уже начинается острая фаза. И, насколько я понимаю, если правильно сработать в части образования, то вот этой острой фазы можно избежать. Это хороший вопрос. Автор считает, что это необходимо, работать в сфере примирения и налаживания мира перед тем, как война начнется. Но что делать, когда война уже началась? Война начинается, и она точно так же проявляет себя и в школьных программах, и в учебниках, и, наверное, в том же Донбассе уже выросло, ну, возможно, выросло уже целое поколение, которое училось по учебникам, где мы враги, и как быть с этим уже? Но что можно сделать, когда война уже началась и появилась не только в милитарных конфликтах, но и опять, в школах, в книжных книгах? Что мы можем сделать, например, если в Донбассе регионах уже есть дети, которые уже были taught, according to the books, где мы, Украинцы, мы видим, как врагов. So, there is, like, responsibility for those who are organizing education to establish a right education. We are talking all the time about right to education. Everybody has right to education, okay? But there is difference between right education and wrong education. It's the responsibility of those who are responsible for education in the country, способствовать тому, чтобы образование было правильным. Мы говорим о праве на образование, что все имеют право на образование, но не совсем широко обсуждается тот факт, что бывает правильное и неправильное образование. Поэтому очень важным является вопрос обеспечения правильного образования для новых поколений. If we agree on that education is another word for working with peacebuilding and for peace, then we have organized that kind of education and ethic and moral in society, which will contribute that we fight our own stereotypes of each other, that education which will contribute that we are individuals and not only members of the group. Мы можем говорить об образовании как синониме миротворческих действий. Необходимо, чтобы комбинировалось образование, правильное образование с моральными и этическими ценностями, для того, чтобы преодолевать стереотипы, которые может иметь общество, и для того, чтобы каждый отдельный член общества нес свою ответственность и рассматривал себя как отдельный индивидуум, а не как часть группы. Это должно быть образование, которое поясняет, а не оправдывает чьи-то действия. Образование должно говорить не только о ситуации, которая есть на данный момент, оно должно, с одной стороны, освещать эту ситуацию. А автор также являлся свидетелем подобной ситуации, как есть в Украине на Балканах. До войны университеты существовали в довоенном режиме, во время войны этот режим функционирования университетов изменился, это был военный режим. И после войны они все еще служат военным целям, они объясняют действия политиков и объясняют то, какие жертвы понесло гражданское население. Также это является проблемой конкретной группы населения считать себя жертвами, а быть жертвами – это нездоровый путь. Несколько дней назад автор услышал о том, что есть некоторые планы в украинской образовательной системе для установить преподавание предмета, который связан с патриотизмом. Я бы очень интересно узнать, о каком типе патриотизма должны узнавать дети, студенты. Вы знаете, является ли это патриотизмом любить страну своих бабушек и дедушек? Или более правильный подход к патриотизму – это любить страну, где будут жить ваши будущие или дети? Не может быть одно и то же. Вот мы просто посередине находимся этого процесса. Вот там бабушки и дедушки, а дальше наши дети. Да, так должно быть, но нужно правильно поставить для себя цель. Ну, хорошо. Да, вот у нас сейчас, так или иначе, официально или нет, но страна находится, мы воюющая страна. И как быть с образованием школьным, с образованием университетским, с историей, в частности, как моим родным предметом дисциплины, которая должна объяснять эти процессы? Возможно, вообще, что мы ведь не можем убрать вообще патриотизм как таковой, вот как составляющая этого обучения, воспитания и так далее. Окей, мы are the country which is underway with a military conflict, and what should we do with school education, with university education, with history, including such subject as history, which should explain a lot of things? And should we include patriotism into some disciplines and into some subjects? What should we do with the issue of patriotism? No, I don't think that patriotism should not be part of this, but it should be some kind of positive patriotism, not patriotism which is built on wrong stories from history. Энвер считает, что патриотизм является обязательным компонентом образования некоторых дисциплин, но это должен быть правильный вид патриотизма, который не основан на неправильном понимании прошлых событий в истории государства. Because it's often what often happened, and what I experience on Balkans, we look on the past, not, we're not trying to understand what happened, but we use the past to ratify, justify our future wars. С такой ситуацией Энвер сталкивался на Балканах. Мы смотрим на прошлое, но не пытаемся его анализировать и объяснить. Таким образом, просто взгляд на прошлое не дает ничего положительного для ситуации в будущем. Но ведь школьный учебник – это и как раз есть самый простой ответ на очень сложные вопросы, как правило, особенно, например, учебник истории. На нас напали, мы жертвы, напали потому, что вот случилось так и так и так, мы победили потому, что окей, все самое простое изложение. Это и есть попытка анализа. Да, собственно, тогда в чем проблема? Это все уже есть. So, what is the problem, then? This is already included into the textbooks. Yeah. My experience from Balkans is, when we put together students, which are Bosnian, Serbs, and Croatians, or let me just say about history. We have many histories on Balkans. We have history to Croatians, history to Serbs, history to Bosnians, history to international community, history with victims, history of politicians. All of them have different understanding of what happened. If we talk about history, in particular, about the history of the conflict on Balkans, we can say that there are several histories. It is history from the Bosnian, history from the Serbs, history from the Serbs, history from the Horvatians, history from the Politicians, history from the international community, and so on. So, there are many histories. And then, when we are in school, and when we have together Serbs, Croatians, and Bosnians, we know that they will never agree on common history. But what we can do is to ask them to present one history, understanding another one, and try to find minimum of common understanding. And you are journalist, both journalist and historian. When we work with students, we ask them, for instance, to find out newspapers, newspapers about the conflict on different sides, Serbs, Croatians, and Bosnians. Newspaper for maybe six, ten years ago, and now. How they are different, how they differ. When we work with students, in particular, in the field of history, we can ask them to find the same newspapers, the same newspapers, the same newspapers, or the same newspapers, for example, six, ten years old. And compare them with the same information in the future. So, they have to find their own understanding true, different... Таким образом, они находят собственное понимание с помощью различных действий, которые связаны с историческими документами. Вот вы говорили о том, что университеты на Балканах работали в предвоенном режиме, в режиме войны, и после войны до сих пор продолжается такой условно военный режим. Тогда возникает вопрос, сколько должно пройти времени для того, чтобы возможен был вот этот, скажем, диалог какой-то, попытки нащупать общие точки и их в какую-то некую уже концепцию образовательную сформировать. Сколько должно пройти лет? Не знаю, по-моему, лет 10-15 прошло после Второй мировой войны, когда Франция и Германия или там Польша и Германия между собой вот такие, скажем, моменты согласовали. So, how much time, do you think, should pass before it will be possible for the sides of any conflict to start finding some mutual points of understanding? as you were speaking, there was the mode in which universities were functioning in pre-war period, in war period and post-war period. How much time should pass after the war for the sides to start finding ways to reconciliation? It can take 20 years and it can take more than 60 years. Но это может уйти 20 лет, а может уйти и более чем 60 лет. It goes through generations. На это могут целые поколения проходить через этот период. И мы никогда не можем точно узнать, когда наступает та точка, в которой примирение достигнуто. поскольку примирение это собственное понимание и собственное переосмысление того, кто является врагом, кем являемся мы сами. и возможно это влечет за собой процесс решения проблемы собственной вины в этом конфликте. Если мы как группа или как индивидуалы мы влечены за что-то, то это будет влиять на изменение нашей identики как группы. И если группа людей осознает, что они несут ответственность за произошедшие военные конфликты, то должно пройти время на то, чтобы они справились с этим чувством вины. И возможно это влечет за собой изменение собственной идентичности, собственного понимания, а никто не готов резко менять собственную идентичность. Автор считает, что это может быть очень затяжным процессом. однако важно не затягиваться этим процессом и начинать его прямо сейчас. Потому что всегда пора, всегда можно найти правильный момент для того, чтобы найти время для отстраивания отношений. В 1993 году Сараево было заблокировано от доступа внешней информации и людей извне, в том числе и русскими. 11 тысяч людей погибли в Сараево за эти несколько лет. И никто не мог попасть внутрь Сараева, никто не мог выехать из Сараева. И была велика ненависть к сербам, которые обеспечивали оружием населения и к Милошевичу. И в середине войны, это было зимой, 30-40 представителей интеллигенции из Белграда. Это были журналисты, представители образования, режиссеры. Они смогли прорваться в Сараево, чтобы поддержать гражданское население, которое находилось там. в Боснии понимали, что существует другая Сербия. И это помогло нам в Боснии понять, что существует другая сторона Сербии. Что Сербия это не только зло. И их поступок был огромным вкладом в задачу будущего восстановления мира. Да, но интересно, кем считали в Белграде тех людей, которые приехали в Сараево? Отношение к ним было таково, что это были люди, которые рисковали своей жизнью, потеряли свою работу. Некоторые из них были вынуждены эмигрировать. Мне сложно представить что-то похожее, конечно, пока что в нынешних ситуациях. И, наверное, нету настолько универсальных рецептов в разных конфликтах, чтобы их можно было вот так взять из книги и применить на практике. Это было сложно представить такую ситуацию в Украине, и, наверное, нет универсальных рецептов, которые могут быть имплементированы в любом милитарном конфликтах в любом стране. Это был из Сараево. Вы должны найти свои вещи, как делать. Это был пример из Сербии, а нам необходимо разрабатывать собственные рецепты. Должны быть какие-то другие меры и действия, которые могли бы быть применимы в нашем случае. Когда люди говорят о диалоге, они часто имеют в виду, что нам нужно сесть вместе за одним столом и говорить друг с другом, пока мы не помем друг друга. Я думаю, диалог больше диалога, когда он следует от некоторых активностей, как активности бейс диалог. Однако Энвер считает, что диалог должен строиться на действиях, на конкретных действиях, так сказать, диалог основанный на деятельности. Энвер не является, не позиционирует себя, как эксперт в проблемах в Украине. Конечно, я видел 同じ знак и 同じ методологии, которую Путин использовал в 19... 2014. Это же Милошевич использовал в 1992. Однако в начале конфликта Энвер заметил те же самые признаки и такую же модель начала конфликта, которую использовал Путин, как Милошевич использовал в свое время на Балканах. Малканах. Буквально за несколько дней мы видим изменение ситуации, что гражданское население обеспечено униформой, обеспечено оружием, и объяснение Путина было такое же, как и объяснение Милошевича, что он стремился спасти в узконаселении. If I will answer your question in short, I think that activity-based dialogue is something which your government in Kiev should maybe invest more in. What I think with that? I think that government in Kiev should make a role rules or laws which make people in occupied territory which give them those rights which they think they don't have, which give them access to welfare, to jobs and other education as all other people in Ukraine have and this is like invest again to invest in and on that way build on trust in this region to Ukraine government and to state. If we talk about the dialogue on the action on should play the government in Kiev and their new laws and new projects it should bring their trust to the people that are on the territory. Они должны получить доступ к тому, с чего они не имеют сейчас. Доступ к образованию, доступ к социальным проектам. И таким образом, с помощью возвращения доверия к украинскому правительству, возможно, можно строить диалог. Мы должны, к сожалению, закончить на очень такой спорной точке, потому что тут, конечно, мне кажется, активность должна быть не только, возможно, и не столько с нашей стороны, поскольку, мне кажется, это моя точка зрения, что говорить о совсем уж, скажем, переходе к более высокому уровню диалога возможно только после действительно реального окончания боевых действий. И пока этого не происходит, ну, в общем-то, любые попытки будут оспорены и в социуме, и в политику. И, наверное, для этого тоже есть свои основания. Это уже выходит за рамки нашей программы. Мы с удовольствием поговорим об этом после того, как пройдут финальные титры. А пока хочу сказать спасибо вам, Энвер, за то, что вы были гостем нашей программы. И спасибо вам, Ольга, за то, что вы помогали нам понять друг друга. Надеюсь, мы друг друга поняли. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok